Если у вас в доме появилась орхидея, неважно, то ли вам ее подарили, то ли вы зашли в цветочный магазин и купили по недорогой цене отцветашку, которая, как правило, в 3-4 раза дешевле, чем цветущие орхидеи, и вы ужасно хотите, чтобы эта орхидея у вас дома зацвела, то на примере вот такой вот орхидеи, которую вы сейчас видите на своих экранах, я вам покажу, как за 3 месяца, что я делал с этой орхидеей, чтобы она зацвела. Кстати, нарастила вот такой вот маленький листочек, 3-4 корешка, ну и, конечно же, она зацвела. Добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи Дома. Пару дней назад я после работы заскочил в один из магазинов, в котором продаются цветы, и в уголку стояло 2 орхидеи от цветашки, которые были по оценке. И на две у меня с собой денег, к сожалению, не хватило, а одну из этих двух я все-таки купил. И вот так вот она выглядит. Ну, для сравнения, вот моя ладонь, и вот лист большой, даже немножко больше моей ладони. Значит, сегодняшнее видео... Я пока месть выкладывать не буду, и буду собирать все отрезки видео, которые будут в будущем по этой орхидее, что я буду с ней делать, как я буду ее поливать, возможно, еще что-то будет, уже я буду смотреть по ситуации, чтобы собрать все эти отрезки видео в одну, и уже затем вам выставлю для обзора. Ну, и, конечно, сильно надеюсь на ваши положительные отзывы, лайки, комментарии за ту работу, которую я делаю и показываю вам. Итак, после того, как орхидея попала в дом, значит, я сразу обработал ее от вредителей, обычным покупным препаратом, который от всех вредителей, и летающих, и сокососущих. И обработку я делал через верх, затем вот таким вот образом я закрыл, и на полчаса оставил орхидею так стоять. И вот теперь пришло время более сделать лучшую обработку, и для этого, естественно, нам придется нашу орхидею уже, конечно, доставать. Перед тем, как мы ее достанем, я, конечно, приготовил, чем мы будем ее обрабатывать. И обработку мы проведем сегодня Аберон Рапидом. Аберон Рапид это инсекто-окорицид нового поколения, который уничтожает всех сокососущих вредителей, и у него срок действия, как заявляет производитель, от 30 до 45 дней. Также к плюсам этого препарата можно отнести то, что у насекомых нет привыкания к этому препарату, в зависимости от некоторых других препаратов, которые мы обычно использовали раньше на орхидеях. Хорошо размешаем и смотрим, не выпал ли у нас наш продукт в осадок. Нет, осадка нету, все хорошо, все нормально, и мы можем сделать уже серьезную обработку от вредителей. Значит, обработку нужно будет сделать так, чтобы полностью все листья у нас покрылись нашим раствором. И оставим эту орхидею примерно на полтора-два часа, для того, чтобы раствор хорошо впитался. Ну что, первые, так скажем, шаги, я думаю, вам понятны. Значит, чтобы не держать паузу этих полтора-два часа, через полтора-два часа, если останется вот эта вода в пазухах, я возьму салфетку и хорошо промокну. И на сегодня никаких больше действий с этой орхидеей я проводить не буду. Да, кстати, кто хочет приобрести Аберон Рапид в небольшом количестве, 5 или 10 мл, под видео будет ссылочка продажи Аберон Рапид, по которой вы можете перейти и заказать себе Аберон Рапид. Вот, прошло 9 дней, и каждый день я заглядывал на корешки орхидеи, когда же ее поливать. И вот, наконец, наступил момент, что корни орхидеи уже просят пить. Смотрите, они такие серебристого-серого цвета, и это верный признак того, что мы сегодня ее польем. Для тех, у кого, возможно, у вас первая орхидея, сразу хочу сказать, что в 99% у орхидей, посаженных в кору, есть торфяной стаканчик. И полив таких орхидей делается только через низ, или если сверху, то только по краешку горшочка. Во всех остальных случаях, если вы будете делать, как показывают очень много видео в интернете, замачивание на половину или на две трети горшка, приведет к тому, что торфяной стаканчик сильно намокнет, и это может вызвать нехорошие процессы, а именно гниение корней. Ну вот, смотрите, орхидея выпила немного воды, некоторые корешочки вот стали уже такими темно-зелеными. Я воду трогать не буду, и поставлю ее, чтобы корешки полностью допили эту воду. Орхидея, кстати, стоит неустойчиво в посадке, это нехорошо, но сегодня я уже делать ничего не буду, и займемся этим мы уже в следующий раз. А пока я беру паузу. Сегодня 10 декабря, и давайте посмотрим, как проходит адаптация нашей орхидеи. Без малого прошло уже месяц, как эта орхидея у меня дома, и самое главное, что она получала, это достаточное количество света, полив водой, кто на канале давно знает, что поливы я делаю дождевой водой, температура в помещении 22-24 градуса, и, что немаловажно, влажность воздуха. Влажность воздуха у меня в помещении от 45 до 60%. То есть, эти 4 фактора, которые для развития и дальнейшего роста и цветения орхидеи, я считаю, самые важные. А сейчас займемся небольшим благоустройством. Уберем держатель цветоноса, который я только что вам показал. Он достаточно большой, а это значит, что и цветонос у этой орхидеи был большой. И, как я уже говорил в прошлый раз, орхидея очень шатается в посадке, и там недостаточно коры. Поэтому я сейчас немного добавлю коры, и постараюсь с помощью той же шкары сделать посадку более устойчивой. И не помню, говорил ли я вам в прошлые разы, собирая это видео, что я хочу закончить процесс цветения этой орхидеи в этом же горшке, не пересаживая ее в другой горшок. То есть, условия будут такие, что зацвести орхидею в этой же посадке, в которой мы ее купили. Но то, что делаю я сейчас, просто добавляю несколько кусочков коры, чтобы закрепить орхидею. Так как орхидея, когда будет болтаться, то рост ее корешков будет затруднен. Ну, то есть, орхидея должна стоять крепко. То ли это кора, то ли мох, то ли люди делают привязку ее на блок. И это считается самая приближенная к природным условиям обитания орхидеи. То есть, чем устойчивее посадка орхидеи, тем быстрее она начнет наращивать новые корешки и листья. Ну, а сейчас давайте посмотрим, что же у нас с цветоносом и будем ли мы его обрезать или оставим этот цветонос. Ну, вот смотрите, вот одна почечка, это не сильно, и вот верхняя, две почечки, такие, знаете, надутые, живые. Капюшончик, который эти почечки закрывает, такой, смотрите, темно-зеленого цвета, ну, плохо ловит фокус, может, вот так вот на руке, на фоне руки будет более лучше видно. Ну, в общем, я вижу, что здесь две таких перспективных почки и корневая система тоже позволяет сделать обработку орхидеи, которая будет стимулировать ее на цветонос. То ли это будет новый цветонос, то ли это будет выпуск цветоноса из двух вот этих почечек, которые я вам только что показал. Эта орхидея уже сама примет решение. Наша задача взять перспективную орхидею и обработать ее обычным алое. У меня уже есть заготовленный сок алое, который я перебил на блендере. И этим соком мы сегодня обработаем нашу орхидею. Скажу сразу, что сок не чистый, а сок разведенный где-то один к пяти, сок к воде. Также хочу сказать, что при обработке соком алое, но раньше я обрабатывал, просто брал кусочек алое и выдавливал сок и таким соком смазывал листочки, то иногда орхидея выдавала несколько корешков, а иногда начинала выпускать светонос. То есть уже здесь тоже тяжело нам предугадать, как орхидея поступит после обработки таким чудо-средством. Но, как бы там ни было, наша задача сейчас хорошо и обильно опрыскать нашу орхидею. я смело буду опрыскивать сейчас ее вот так вот со всех сторон, чтобы вода, ну не вода, а раствор воды с алоей попал везде и всюду, и на корешки, и в пазуху, и везде-везде. Затем оставлю эту орхидею ну, наверное, на полчасика, на часик, и если потом останутся у нас в пазухах остатки воды, то, конечно, я промокну салфеткой. А также, так как вы видели, корешки у нас хотели пить, мы попоем и корешки. Итак, давайте зафиксируем, что сегодня 10 декабря, и с этого момента начнем отсчет через сколько времени орхидея у нас проснется. То ли это будет пучок корешков, то ли это будет цветонос. Я очень сильно и замысел мой был, чтобы получить от этой орхидеи цветонос. Ну, а там уже посмотрим, как решит наша орхидея. Кстати, смотрите, вот корешочки у нас пропитались тоже этим чудо-раствором. И вот такими небольшими поливами я в течение всего времени и поливал орхидею. То есть, предыдущие разы это была просто обычная дождевая вода, но сегодня вы видели, что мы полили ее с водой с соком алоэ. Кстати, примерно год назад я уже вылаживал несколько роликов после обработки алоэ с результатами и некоторые из зрителей писали, что они дома свои орхидеи обрабатывали алоэ чуть ли не каждый день и никаких результатов не получали. Так вот, я вам хочу сказать, что обработать алоэ нужно перспективные орхидеи, а не все подряд. если орхидея у вас только после цветения или она находится в состоянии покоя и у нее закуклены все корешки, у нее не растут листочки, то такую орхидею я считаю обрабатывая не обрабатывая результата никакого не будет. Обрабатывать нужно перспективную орхидею, а у нас именно такая. И вот, прошло две недели и давайте посмотрим на нашу орхидею. Что же случилось с ней после нашего чудо средства, которое мы обработали эту орхидею две недели назад. Корешочки, как вы видите, в таком же состоянии, я имею ввиду внутри горшка, вот по низу, точно такие же. Кстати, вот смотрите, они опять хотят пить, а здесь смотрите, я думаю, вы все видите, какой новый корешок у нее появился. И это всего-навсего прошло две недели. Дальше листочек. Видите, маленький-маленький листочек. Ну и давайте посмотрим, что же тут с другой стороны у нас. А с другой стороны у нас еще один корешок. Но забегая наперед, скажу вам, что это еще не все. Вот сейчас мы продолжим дальше ее осматривать. И я думаю, мы должны еще что-нибудь найти. ну да, кроме этого корешка. Давайте заглянем под этот листик. Нет, здесь вроде ничего нету. а вот здесь смотрите почечка. Самая верхняя почечка у нас проклюнулась. И смотрите, буквально ну я не знаю сантиметра наверное ну не сантиметр наверное больше наверное сантиметра полтора уже от росточек пошел. Скорее всего, что это будет цветонос а не детка так бы если бы была детка уже листик был бы четко проявлялся. А это скорее всего будет то чего мы добивались. А именно цветонос из боковой почки. То есть результат за две недели два корешка и один цветонос я считаю супер. И вот февраль месяц и давайте посмотрим как же выглядит наша орхидея сейчас. Смотрите помните маленький корешочек только только прокнул носа вот он уже вышел за горшок вот листик который был слегка пожелтевший а за ним там виднеется еще корешок в общем смотрите вон один второй третий четвертый и где-то где-то я видел пятый корешок ага вот он пятый спрятался то есть получается пять корешков это орхидея нарастила за этот период кстати видите она до сих пор болтается но она у меня стоит в одном месте я ее как правило не трогаю и я думаю что пора уже с этим покончить значит смотрите кору я добавлял в прошлый раз а сейчас я просто кусочком коры этот кусочек такой плоский и я вставляю его сбоку и получается создаю давление на другую кору и этим самым укрепляю а вот следующий уже кусочек коры я просто как бы поддерживающий этот листочек видите уже орхидея совсем по-другому себя чувствует и так сегодня 15 февраля и с момента как мы обработали эту орхидею прошло 2 месяца и 5 дней по корешкам мы с вами уже прошлись мы наблюдаем с вами 5 корешочков новых старые ну как видите есть некоторые начинают вон пропадать некоторые начинают расти то есть ситуация ну как бы скажем так внизу стабильно ни туда ни сюда а вверху даже очень положительная ну и что потихоньку перейдем к нашему маленькому цветоносу давайте же посмотрим за это мы с вами 23 по-моему декабря смотрели он был примерно полтора сантиметра и давайте же посмотрим на этот цветонос сейчас да 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 вот такой огромный цветонос орхидея нарастила но получается чуть меньше двух месяцев если считать от момента 23 декабря смотрите уже начинают наливаться первые бутоны то есть наш план по обработке алоя сработал и орхидея нам дала и корешки и цветонос то есть результата скажем так мы уже добились и теперь конечно хочется увидеть какого же цвета распустится у нас цветок я думаю если вы напишите в комментариях как вы думаете какого цвета будет наша орхидея ну а сегодня я хочу ее удобрить вот таким удобрением где НПК у нас идет 15-40-40 и тем самым заложить здоровье корневой системы и орхидеи а также дать ей силы то есть фосфор на цветение на бутонизацию и на цветение этой орхидеи я думаю что одной обработки будет достаточно хотя если бы орхидея у меня была домашняя и находилась бы уже давно то я как правило таким удобрением делаю обработку три раза первый раз когда только только виднеется цветонос второй раз на его развитии скажем так вот-вот еще не появился бутон но вот-вот он первый появится и третий раз за два-три дня до распуска первого бутона обработку я буду делать точно такую же поверхностную по листу и точно так же как в случае с алоя немного подольем нашего раствора и в блюдечко чтобы и корешки попили этого раствора затем 30-40 минут дадим орхидеи напитаться и я возьму паузу и после 40 минут я как и прошлый раз возьму обычный кусочек салфетки и протру все пазухи точку роста от избытка воды которая могла остаться эту процедуру нужно обязательно делать если в помещении где находится орхидея нет никаких потоков воздуха я знаю некоторых людей включают вентилятор или если это летнее время открывают окно и воздух начинает гулять ну а сейчас давайте посмотрим на наши корешки и я так думаю что очень мало наверное я им налил этого раствора и мы наверное им добавим еще немножко переусердствовать я не буду но напоить эти корешки еще этим удобрением я считаю что нужно но а я с вами пока не прощаюсь беру паузу до следующего раза и через какое-то время мы с вами встретимся снова но а я пока приготовлю держатель для цветоноса как вы помните он у нас был очень длинным а это говорит о том что и цветонос у нас если будет таким высоким длинным то и цветочки скорее всего что на нем будут не меньше 8-9 сантиметров это мое предположение но а как будет на самом деле я думаю мы увидим с вами буквально через пару недель ну а сейчас я постараюсь с помощью зажимов закрепить наш цветонос к держателю и это я сделаю несколькими зажимами так как вы видели что наш цветонос начал очень так закругляться я хотел бы чтобы он еще немного рос вверх и ой 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 что я только что наделал я нечаянно сломал цветонос я поменял ракурс чтобы вам было лучше видно вот видите он не полностью сломался а он надломался с одной стороны как бы я переборщил когда пытался его прикрепить к держателю и сейчас я думаю что спасти наше цветение может только скотч я еще так никогда не делал но когда-то просматривая ютуб мне попадалось видео что не помню уже чем то ли просто каким-то бинтом то ли изолентой по-моему кто-то уже прикручивал вот так вот цветонос и у них все получалось так что я думаю а там по-моему ставились две палочки или спички и эти спички обматывались по-моему такое видео когда-то мне попадалось поэтому то что я сейчас делаю это я делаю впервые и для меня для самого будет интересно но я думаю я закрепил хорошо и сок будет поступать в конец цветоноса и наши бутоны должны все-таки распуститься я в это сильно верю как думаете вы все ли получится и увидим ли мы цветение напишите пожалуйста в комментариях ну а я беру паузу на пару недель и вот пришло время снимать следующее видео я так думаю что надежда как говорится умирает последней и все наши надежды сбылись и наша орхидея все-таки показала какого цвета у нее цветы и сегодня как вы видите 8 марта и к 8 марта наша орхидея распустила уже целых 2 цветочка но перед тем как посмотреть на них смотрите хочу показать что листочек так и остановился на месте и перестал расти практически уже 2 месяца ну цветонос наш вымахал на 90 сантиметров и цвет нашей орхидеи вот такой вот белый я в принципе и предполагал по листу что орхидея будет белая я кстати очень люблю белые орхидеи но мне больше конечно нравятся орхидеи типа дарвин где губа такая темно оранжевого цвета здесь тоже как вы видите внутри такой оранжевый цвет но его мало и на губе по бокам вот такие желтые полосочки и красные такие рысочки но как бы там ни было орхидея нам все-таки показала какого цвета ее цветки и к сожалению хочу сказать что дальнейшие ее бутоны которые она начинала наращивать она немножко присушила я связываю это с тем фактором что я надломал нечаянно цветонос и скорее всего что не хватило сока и наверное из-за этого только три цветочка мы сейчас видим но если присмотреться к краешке цветоноса я так думаю что он еще будет немного расти и чуть-чуть позже мы увидим будут ли наливаться следующие бутоны давайте глянем в окончании какая же шкарневая система внизу в принципе она как и была так она и осталась за исключением может быть там он один два корешка немножко смотрю начали погибать а сверху у нее пять или шесть новых корешков которые она нарастила за эту зиму также подведя итоги скажем что два цветочка у нее уже распустилась третий бутон вот-вот распустится то есть как минимум три цветочка у нее будет и если бы я не сломал цветонос этих цветочков было бы я думаю не меньше десяти двенадцати вот такая история у нас получилась с этой прекрасной орхидеей а я на сегодня и за эти три с половиной месяца наконец-то с вами буду уже прощаться до следующего видео и до новых встреч на канале орхидеи дома ну и конечно же прошу от вас лайки комментарии и поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями всем пока